Смотрите, вы же создаете впечатление баловень судьбы, да? Это впечатление такое, да. Режиссура, быть режиссером, надо быть наполненным человеком. Да. Я понял ваш вопрос, это не значит, что надо быть, пройти, это не надо, быть режиссером и иметь жизненный опыт, это совсем не означает пройти, не знаю, не надо для этого бить бездомным, не надо для этого, значит, кивать в коробке под мостом, для этого совсем не... Какие-то сложности жизненные. У меня жизненные сложности более чем достаточно, и поверьте, что мои жизненные сложности, они даже гораздо более высокого порядка и более глубокого порядка, чем многие сложности, которые прошли так называемые, ну, скажем, люди, которых била судьба, условно говоря. Ну, вы так это прячете за декорациями, все теми же. Да, конечно, да, конечно, я не собираюсь в какие-то сложности. Мои душевные, степень моих душевных переживаний может быть гораздо больше, чем, условно говоря, у человека денег нету, какой-то страдает очень от этого. Понимаете, это разные сложности жизненные. Если человек, например, не мог себе позволить ботинки в жизни, это сложности, да, понятно, и это накладывает не отпечаток. А есть переживания не меньшего порядка. И у меня их не меньше, может, и больше. Я даже врачом, я думаю, мог бы быть, потому что... Это, кстати, очень похоже на актерскую профессию, вот врач. Это ведь тоже очень прямым объясню. Ведь врач человек, у него есть чувства. Неужели врач, который режет, не испытывает чувства? Он испытывает их. Но в момент того, когда он режет человека, спасая его, он не должен испытывать этих чувств. Он дело делает. Вот так же и артист. Он на сцене дело делает. Понимаете, о чем я говорю? Артист не сам чувствует. Он заставляет зрителя чувствовать. Вот разница. Он проводник. Он даже не проводник. Он, 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 как сказать, он вот инструмент. Он, почему все актерские, так сказать, умения, они всегда вот так действенно называются. Умение действовать словом. Не слова рассказывать красиво, умение действовать этим словом. Заражать партнера этим словом. Точно добиваться. Воздействовать на зал. Вот в чем, я говорю, почему, что вот вы. И врач, так же, как артист, на самом деле, должен быть отстранен. В момент процесса. Поэтому я говорю всегда коллегам и молодым артистам, что все равно в артисте, так или иначе, больше или меньше, но есть маленький режиссер внутри. Вот. Ну, есть и глупые совсем артисты, конечно. Это печально всегда. Очень часто я в ваших интервью, вы говорите, человечек. Вот меня это смущает, это слово, хотя я сама тоже периодически использую. Это какое-то, да, уменьшительное, ласкательное слово. Ну, вот человечки. Это, знаете, как будто гулливер в стране лилипутов. Сразу вот такое получается мнение какое-то. Не замечали за собой? Я, наверное, его использую, знаете, не потому, что я снисходителен, и не потому, что я гулливер, а наоборот, наверное, из нежного отношения. Уменьшительное, ласкательное, да? Да, я, наверное... Возможно, звучит оно иногда неправильно. Возможно. Вот к вопросу, опять же, видите, как все может иметь... Перевернуть можно. Да, человечек, я когда говорю... Да, ну, возможно. Но, видите, я в детстве очень много играл... Человечков лепил. Я очень много занимался. Я занимался керамикой. Может быть, для меня оттуда вот еще человечки, вот момент человечек. Человечки в макете маленький человечек стоит. А когда я говорю о персонажах, я, наверное, говорю... Возможно, да. Да, вот, наверное, когда я говорю о персонажах, пьесах, я говорю, что человечки вот странные, я, наверное, вот это имею в виду. Ни в коем случае. Во мне нет никакого пренебрежительного отношения к кому-либо мне. К артистам? Нет, никогда, нет. К артистам нет, ни в коем разе. Когда это хорошие артисты, ни в коем... Вы что? Это большое вообще... Это большой труд. Это большая, серьезная работа, вообще, работа артиста. Они все разные, сложно. Все разные. Надо каждому подход найти. Каждого настроить. Это надо каждый... Вот, знаете, даже иногда вот... Иногда разозлить прям. Иногда оскорбить даже надо. Иногда даже надо просто вот в гнев вогнать. Это, знаете, идешь на репетицию, а в кармане несешь ключики. Иногда они уже готовы, и ты знаешь, что там вот есть. Вот для него у меня всегда есть ключик этот. Вот, иногда его надо находить. Иногда годы проходят, чтобы понять, какой ключик этому человеку. Но они есть. Иногда одному надо навестить задачу. Другого надо как-то на уровне какой-то глупости привести в состояние творческое. Это по-разному. Это кардинально разные вообще. То есть они совершенно все разные. Это действительно так. Вы сейчас рассказываете, как будто шахматы. Как будто шахматы играются. Я только хотел вам сказать следующую. Следующая моя фраза должна была быть про шахматы. Да. Вы рассказывали сейчас шахматную партию. Так вот, для меня удивительно. Вот смотрите, что значит. Вот к вопросу о хорошем артисте. Вот хороший артист, я сейчас не про себя, а вообще. Хороший артист так играет, должен играть, что зритель уже понимает. Вот вы понимаете, я же не сказал это слово. А вы поняли, куда... А вы громко подумали просто. Нет, а вы поняли, куда я тащу свою мысль. Куда я ее веду. И вы назвали. Это даже вот видите, как замечательно. Так вот, для меня артисты это шахматы. То есть, в хорошем смысле этого слова. Красиво играть нужно. Во-первых, это прекрасиво надо играть. Во-вторых, есть в шахматах же разные фигурки. Есть конь, есть слон, есть ферзь, есть пешка. Это не значит, что один хуже другого, но они разные. У каждого задача слона. Они разные. Конь не будет никогда ферзем, ферзь не будет конем. Но они все ценны и важны, именно вот такие, какие они есть. Пешки перескакивают. Пешки, пешка может стать ферзем, что тоже очень похоже на театр. Человек пришел в театр, он сначала кушать подано, а потом он может стать ферзем, королем. Поэтому я часто сравниваю с шахматами, шахматной партией, распределение спектакля и вообще жизнь. У каждого есть свое амплуа, хотим мы этого или не хотим. Есть человек, может вот это, а вот что-то другое, но вот не может. Выше не может прогнать? Вопрос не выше. Я сейчас не про выше говорю, а про вот другое. Ну вот нет в его палитре этого. Ведите лошадь! Они испугаются ли дамы лошадь? Что я испугаю, что я? Да, вывезти к даму лошадь. Это запасная штука. Мне более страшно, петельцы, чем же моя лошадь. Есть о чем задуматься. Тогда пускай лошадь скажет, что она не лошадь. Правильно! Вот правильно! Эдит! Эдит! Что, да, я умолю? Ну-ка скажи что-нибудь в таком роде. Сударыни, позвольте мне просить вас. Сударыни, позвольте мне просить вас. Позвольте мне молять вас. Позвольте мне умолять вас. Позвольте мне заклинать вас, не спрашивать, не бояться, поскольку я вовсе не лошадь, а такой же человек, как и все, и назови себя, так прямо и скажи, я, мол, Грегори, слуга Петручок, я Грегори, слуга Петручок, красно, красно, пусть каждый хорошо отвердит свои роли. Вас очень часто спрашивают, что такое талант, а вот талант это понятно. Вы всегда отвечаете, что талант это способности, человеку дал Бог, остальное все, 80% это труда. Говорите вы, про талант не хочу спрашивать, хочу спросить про успех. Вот успех это что? Хороший вопрос. Вот мне кажется, что как-то сейчас принято успехом называть известность, узнаваемость. На мой взгляд, это совсем не успех. Вот у, например, у Энны Певички, я не буду называть фамилию, их много, в Инстаграме несколько миллионов подписчиков, а у блистательной актрисы Инны Михайловны Чуриковой их несколько тысяч. Успех это умение достигнуть своей художественной цели, задачи, воплотить в жизнь то, что ты задумал. Вот это успех. Не просто снялся и денег получил, и купил автомобиль. Это не успех. Успех, что ты поставил себе сложную задачу и выполнил ее. Когда начали делать спектакль «Бег», Александр Ильич Наклович начал делать спектакль «Бег», он предполагал для меня другую роль. Какую? Хлудова. И я понимаю, да, понятно. Я сказал, нет, давай я сделаю черноту. Вы очень гармонично там смотрелись. Я поставил перед собой гораздо более сложную, на самом деле, задачу. И... И это... Победа была очень ценная. Почему играет в вальс? Вот теперь кричи спела. Разрешаю. Давно это было. Так как же меня ты любила. И лишь в начале вас я ел. И кем у нас приходит ко мне... Моя бабушка Зоя Васильевна, я был маленький, она всегда говорила, Ильичка барин. Да, вы похожи на барин. Вот вы понимаете, я всегда говорила, Ильичка барин. Я не знаю почему. Вот она всегда говорила, что Ильичка барин. Я ребенок, как бы, как сказать, которого любили. И мой ребенок сейчас окружен таким вниманием со стороны всей своей семьи. И это единственное правило. Долгожданный внук. Долгожданный внук для всех. И долгожданный мой сын Александр Ильич. Александр, имя вы выбирали? Выбрали все вместе мы выбрали. А у вас был семейный совет? Нет, семейного совета не было. Это была единственная правильная придумка. Вот, хотя бы после череды разных других наших с Еленой фантазий. А какие были фантазии? Ну, разные, неважно. А вы интересные? Нет, все, проехали. Ну вот. Не надо. Разные были, хорошие варианты. Я когда стал смотреть вообще, какие имена выбирают, я в ужас пришел. Но есть же понятие страны, есть понятие национальности, как бы мы ни хотели. Есть понятие времени, я имею в виду конкретного года. Есть понятие, ну, просто сочетание с отчеством фамилии. Поэтому, во-первых, у меня сразу огромное количество... Я человек дотошный. Я поэтому, естественно, серьезную работу провел по именам. Педантичный я... Александр, это как расшифровывается? Победитель. Победитель, я так и думаю. Да. Уже есть характер у победителя. Все уже строит вас всех. Да, пока он не строит еще, но с яркими, выраженными, с ярко-выраженными лидерскими качествами. Это видно, все уже, это понятно. Но ему и есть в кого. Ну, понятно, а в кого... А как ему не быть? Все понятно. Барин растет? Я не знаю, барин ли он, но то, что он человек очень... Я вижу сейчас, что архиактивный, энергичный, очень, как это назвать, внимательный, очень цепкий взгляд, очень веселый человек. Да, очень радостный молодой человек. Я уже не буду видеть, что он самый красивый, это понятно. Это понятно, что самый красивый. Вот, ну, вот какой-то с юмором, с лукавством есть в глазах большое. А вы на родах присутствовали? Нет, ну что? Нет, ну я... Почему? Ну нет, я бы с ума сошел. Нет, нет, нет. Ну как же поддержка нашла? Нет, 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 я морально все поддерживался. Нет, нет, нет. Это уже человек, это уже человек, который имеет, во-первых, какую-то генетическую предрасположенность, во-вторых, дальше надо формировать его характер. И этим сейчас все активно занимаются очень неправильно. Нельзя, это же не... Ну, это же не одуванчик, который растет, как попало в поле. Самостоятельность? Нет, какая самостоятельность? Самостоятельность воспитывается в результате ограничений, в результате точных каких-то заданных векторов. Ему надо... Ребену надо помочь. А у вас есть строгий родитель, добрый родитель? Вы как-то распределили роли? Или вы оба добрые родители, или оба строгие? Ну, я не строгий. Я не могу пока с собой справиться. Страшно маленького ребенка купать? Какие-то нужно было процедуры делать. Это страшно сначала. Это маленький же, все маленькое. Это, конечно, все в ужасе, но я нет. А я нет. А я нормально. А я нормально. Я даже врачом, я думаю, мог бы быть. А на родах не присутствовало? С появлением сына изменились вы как-то? С появлением сына я стал еще лучше. Да что вы говорите? Еще более ответственный. Еще. С появлением сына... Ну, тут, как вам сказать, с одной стороны, мы, наверное, очень изменились, а с другой стороны, мы ничего не изменились. То есть мы как были ответственные, серьезные люди, мы также ответственно подходим к воспитанию Александра Ильича. Скорее бы он уже как-то пошел в спектакли смотреть, я все переживаю. Книжки вот я ему читаю уже. Я хотела спросить, как вы книжки ему читаете? В ролях, наверное. Хорошо я читаю. Наверное, вы понимаете? В ролях, разными голосами. Почему? Я вот очень недавно всего Айболита ему прочитал. Я читаю, я понимаю, что я как бы, я же стараюсь. То есть, понимаете, вот с одной стороны все равны, а с другой стороны нет, конечно. Вот он же уже имеет дома как минимум двух прекрасных артистов, которые ему хорошо сказки читают. Да вы не выходите, мне кажется, из состояния театра и дома тоже. Я и не хочу. Дома обсуждаете? Обсуждка, безусловно. Я не хочу выходить ни из какого состояния театра, и вот по какой причине. Это как называется, эскейпизм, да, это называется. Это английское эскейпизм. Да, иногда это в болезнь переходит, я знаю, читал. Но есть такое, да. То есть вы боитесь загранить? Нет, я не боюсь. Но вообще есть такое художественное направление даже. Поля Дальвова, например, один из моих любимых художников, это вот в чистом виде эскейпизм считается. Вот, конечно, для меня это побег из реальности. Да. Да, да. Это отнюдь не означает, сейчас неправильно, чтобы кто-то не... Это свой мир определенный. Нет, это не значит, что я боюсь мира, нет. Я его очень люблю. Я ведь его и постигаю таким образом, убегая из него сюда, я его и постигаю, чтобы вернуться опять туда. И чтобы делиться своими мыслями с миром. Но для меня момент вот какого-то, как назвать, ну вот обособленного мира есть, да. Да, иногда даже не хочется покидать эту вот прекрасную страну. У вас с Леной соперничество есть, вы, оба актера? У меня с Леной? Да. Я всегда рад уступить ей. Серьезно? Ну, у вас разные роли, я думаю. Я счастлив всегда и успеху, и рад всегда. Да. А говорите какие-нибудь, ну, не колкости, ну, какие-то, я не знаю, замечания? Ей? Всегда. Я иногда, я очень жесток с ней бываю на репетициях, очень жесток. Не обижаете? Нет. Понимаете, что это работает? Конечно, конечно, она тоже бывает. Она может мне сделать очень жестокое замечание. Вот я даже больше обижаюсь, чем она. Серьезно? Да. Потом, ведь на ней, понимаете, на ней же, в отличие от других-то артистов, и ответственность другая лежит. Если другой артист просто только за себя может переживать, то она переживает за весь процесс. И, кстати, иногда бывают проблемы, потому что, надо сказать, Лена плюнь на все. А вы обсуждаете свои задумки режиссерские с Леной? Вы знаете, иногда да, иногда нет. Иногда, но это не потому, что что-то следует не так, это потому, что я иногда не могу говорить чего-то, чтобы потом, ну, это мне важно сохранить... Еще не созрело? Еще вот такое вот, какое-то некое бывает предчувствие, которое нельзя рассказать. То есть рассказать можно, но не хочется, чтобы сохранить его вот в первозданном виде, вот как будто вот... Чтобы не увидеть реакцию какую-то, не... Ну да, вот чтобы, вот как бы, я знаю, вот что это должно быть так, но пока не говорю, пока логически не приду вместе со всеми к этому, например. Вот у меня есть какие-то предощущения по поводу баловаров. Вот мы начали читать, уже несколько репетиций читаем, начали разбирать пьесу. Я утверждаюсь составом, который будет, понимаю, да, вы понимаете, читки, пробуют люди разные. Я понимаю, что вот останавливаемся на этом, на этом. И вот, например, у меня было предощущение там одной вещи, я его не произносил, но вот сейчас уже я назвал и сформулировал, мы поняли, вместе додумали, я понял, что это правильно. Суеты не должно быть. Вот суеты, отсутствие суеты очень важно научить себя. Когда ты начинаешь, ты всегда суетишься, нервничаешь, а тут вот важно... Чтобы не бросалось страну. А вот важно как раз уметь вот этот рычаг потянуть на себя, да, вот как в автомобиле, и не спешить. Ручной тормоз. Ручной тормоз, да. Это вот важно сделать, это надо уметь. Потому что когда ты не умеешь еще чего-то, ты начинаешь торопиться. А когда ты уже уможешь, ты понимаешь, что вот вся прелесть в том, чтобы не спешить, чтобы вот дать возможность, чтобы все задышали вместе с тобой, самому дать себе таким образом возможность задышать. У вас такая речь хорошо поставлена. Я понимаю, вы читали много, говорите красиво, а вы ругаетесь вообще. В каком смысле? Ну, вот как, что, во-первых, вас может вывести из себя? Вы имеете в виду крепкое словцо? И крепкое словцо. Я их знаю. Применяется? Иногда приходится. В процессе работы? В процессе работы. Или на улице тоже? Нет, на улице стараюсь, нет. А то это, а люди в тебя доходят, ну вы что? С отцом вашим разговаривали, он говорит, живу по девизу, собаки лают, караван идет. Хорошая девиз, да. Часто, да, лают собаки в вашу сторону? Ну, я даже, вы знаете, я... Или как-то вы абстрагируетесь от этого? Я вообще, я вообще не затрачиваюсь. Я даже вот, если кто-то вот... И вы, друзья мои, не затрачивайтесь. Вот я имею в виду вот тех, кто вот могу в камеру сказать. Я даже не знаю. Я даже не какие-то... Я не затрачиваюсь на какой-то, на какие-то жалкие попытки каких-то зависливых отдельных субъектов что-то попытаться. Я даже... Мне их очень жаль даже, потому что я даже не в кур... Я даже не читаю, даже не слушаю. Правда. Я вот даже... Я знаю, что есть... Люди стараются вас укусить. Я знаю, что люди что-то стараются, что-то вроде меня под... Где... Ну, я даже не знаю. Я даже не... Я не время свое не трачу даже на это драгоценное. Я смотрю, на что люди тратят свои силы. Тратят на какое-то... На оружие, понимаете? На делить какие-то страны. Надо бы вот... Потратили бы силы мы на то, чтобы вообще понять, зачем мы здесь. И куда мы движемся. И для чего вообще все это. На медицину бы силы свои все потратили. Я когда вот подумаю... Показываю тут какую-нибудь там, не знаю, войну очередную. Я думаю, боже мой. Вот если бы все эти деньги, если бы все эти силы потраченные были на то, чтобы излечить детей, людей, понимаете? Если бы. Если бы. Но нет. Но нет. Вот казалось бы, человечество живет уже столько, движется. Столько уже всего видело. Столько всего знает. И нет. И опять продолжаются вот какие-то дни. И те же печальные ошибки. И искусство поэтому, да мой взгляд, пусть это может быть наивно, пусть пафосно прозвучит, но искусство призвано вот именно для этого, чтобы людям дарить добро. Людям дарить надежду, людям дарить радость, делать людей лучше. И это происходит. Мы делаем людей лучше. Я убежден в этом. Пусть на эти три часа, которые они смотрят спектакль, пусть, может быть, на неделю вперед они задумаются. Но ведь вот так чуть-чуть, 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 и мир меняется. Ну, хотя бы в рамках одной семьи. Вот они пришли на спектакль. Посмотрели что-то и поняли, что надо любить друг друга больше. Значит, мы уже изменили мир. Значит, уже лучше. Несмотря на наш такой сегодня достаточно серьезный разговор, все это, конечно, в конечном итоге должно быть радостью. И как бы мы ни говорили, что мы приносим радость зрителю, это безусловно и не оспаривается ни в коем случае, что мы, ну, конечно, если мы не приносим радость себе, то мы не принесем радость зрителю. ПЕСНЯ